Меня почти два года назад спрашивали ролик про хранение часов, и я считаю, почти два года прошло, я только сейчас записываю к разговору о том, как на YouTube делается контент. Вот, так, я готов. Пишем. Добро пожаловать на канал Watch Stories, с вами я, Михаил, и, наконец-то, полезный ролик, в принципе, как и многие на моем YouTube-канале, но это прям такой технически полезный. Как хранить часы, где это делать, и самое главное, вредны ли виндеры для механических часов, которые нужно там хранить с автоподзаводом. Давайте разбираться потихоньку, какие бывают кейсы для хранения, боксы для хранения, и какие бывают виндеры, и что нужно учесть при выборе этих всех часов. За предоставленные кейсы, боксы и виндеры благодарю компанию All Time, которая любезно все это нам предоставила для съемки, очень красивые варианты. Хотелось выбрать все, но там выбора, на самом деле, очень много, поэтому советую смотреть. И, кстати, еще на сайте удобно, то, что вы можете сразу по габаритам посмотреть, как выглядит коробка, какие у нее габариты, для того, чтобы можно было как-то в интерьере это продумать. Давайте начнем с варианта, когда вы покупаете часы, и часы уже идут непосредственно в коробке. Конечно, можно хранить каждые часы в своей коробке, но это будет занимать очень много места и неудобно. И не у всех брендов, на самом деле, коробки, которые долго выживают. То есть, при постоянном снятии, доставании часов и надевании на подушечку, коробки приходят в негодность, поэтому нужны специализированные. Но, например, вариант, как с Куэрва Сабринос, это часы из кубы, по моим обзорам вы уже знаете. Часы идут сразу в деревянной красивой коробке, которую можно переделать в Хьюмидор. Хьюмидор – это, собственно говоря, деревянная коробка, в которой вы храните сигары, и он держит специально влажность. Здесь, например, вы когда покупаете часы, у вас есть отдельный вот такой вот кожаный кейс, в котором, собственно говоря, уже идут часы. И этот кейс вы можете использовать в качестве либо хранения ваших часов, либо в качестве переноски. То есть, вы куда-то полетели, вы можете вторые часы положить в этот кейс, они у вас будут в целости и сохранности, не поцарапаются, не потеряете вы их, и будет первозданный очень хороший вид. Мы вынимаем вот эту вот внутренность кожаную, кстати, сделанную прямо с очень хорошей кожей, и у нас здесь получается уже доступ непосредственно к Хьюмидору. Есть вот такой вот ограничитель, например, если вы храните сигары, лимитированные, лимитады, и обычные, или регионалки какие-нибудь, и можете разделить. Здесь в комплекте уже есть увлажнитель. Такой плавный обзор часов перешел в обзор сигар. Есть увлажнители и есть механический гигрометр, который вы, собственно говоря, вот сюда вот вставляете, и можно использовать в качестве Хьюмидора. То есть, покупая часы, у вас в комплекте идет коробка для хранения часов, деревянная, красивая, которую можно также в интерьере использовать. Идет дополнительный вот такой вот кейс для переноски и хранения часов и Хьюмидор. Очень приятно и на самом деле полезно. Это первый вариант и на самом деле самый простой, когда вы покупаете часы, хранить в коробке, в которой вы купили. Но учитывайте момент, что коробки могут подвергаться износу, не все коробки качественные у бренда бывают. Следующий вариант это также Куэрва Сабринос. Очень хорошая, полезная коробка. То есть, вот она вот выглядит вот так, в виде вот такой вот колбы. Здесь у нас непосредственно такое стекло. Мы видим сами часы. И это не просто коробка, это коробка Виндор. То есть, вот, пожалуйста, вы можете путешествовать со вторыми часами. При этом вы берете их с собой, и они у вас всегда будут идти, потому что вы можете включить Виндор, и он будет их подзаводить. Причем можно взять как с собой, например, вставив батарейки в часы, и можно через сеть, через розетку, также через аккумулятор это заводить. Достается все очень легко, открывается вот так вот, как цилиндр. Приятная кожа, под крокодил заделана. Вот и здесь сами часы, кстати, очень красивый синий циферблат. Очень хороший вариант, я на самом деле не знал о существовании вот такого комплекта. И на самом деле, на мой взгляд, это даже удобнее, чем просто коробка. И достаточно тихий механизм. То есть, не будет раздражать, даже если вы ночью включите, вы этого не услышите. Это то, что касается часов, которые вы покупаете и храните непосредственно в коробках для хранения часов. Еще один вариант. Если вы, например, часто куда-то путешествуете, у вас достаточно много часов, или у вас несколько домов, и вам нужно из одного в другой перевозить часы. Или вы храните в банке, например. Собственно говоря, вот этот вот кейс для хранения часов. Он выглядит вот так. Здесь достаточно удобные, опять-таки, подушки. То есть, всегда удобно доставать. Но они достаточно мягкие. Соответственно, любого размера часы можно будет сюда положить. В чем суть? То есть, вы просто как дипломат его закрываете. Здесь есть ручка. Вы положили часы. Они всегда будут в одном положении, не будут болтаться. Потому что вот здесь вот достаточно мягенькая такая крышка будет прилегать. И ничего у вас не выпадет, не перевернется. И можете, как дипломат, переносить часы. Опять-таки, это очень удобно и практично. Здесь материал сделан под кожу. Вот под такой карбон. Я думаю, достаточно долго прослужит при бережной эксплуатации. Ну и, в принципе, это такая очень удобная вещь, если вы действительно часто с собой часы носите. Смотрите, если вы берете часы, коробку, уже это обзор часов. Если вы берете коробку для хранения часов, соответственно, вы ее храните дома. И, естественно, вам нужно продумать, как это будет выглядеть в интерьере. Дерево по цвету, которое вам подойдет. Лаковое, оно будет матовое, оно будет черное. Вишневое, например, и так далее. Соответственно, подбирайте по нужному, по цвету и по рисунку. Вот оптимальный вариант, мне кажется, такого красного лакового дерева. Бокс для хранения 5 часов. И причем, что мне здесь нравится, во многих боксах бывает такое, что нет вот этого ограничения между часами. И если у вас достаточно крупные часы, соответственно, они могут друг с другом ударяться, им могут появляться какие-то царапины. Здесь есть ограничения. Также есть деревянная такая вставочка. Приятный такой велюр внутри на ощупь. Ну и, собственно говоря, стекло вы можете любоваться часами. Опять-таки, это очень красиво поставить в интерьер. У вас часы не царапаются. Вы их всегда видите. И, опять-таки, это очень красиво. Если кто-то в гости придет, всегда можно показать. Есть темы для обсуждения. Особенно, если кто-то из часовых эстетов. Можно будет всегда поговорить. Это такой вариант на 5 часов. Если у вас коллекция часов больше, например, не 5 часов, то, конечно, можно посмотреть и коробку побольше. Также, обратите внимание, здесь еще идет дополнительный рисунок. Но, опять-таки, придает какого-то шарма, какого-то стиля, интереса. Приятная деревянная коробка. Коробка закрывается на ключ. То есть, если у вас дети интересующиеся, всегда можно ее закрыть, чтобы вас не брали. И здесь уже, собственно говоря, больше места для хранения часов. Причем, когда вы покупаете коробку для хранения часов, если у вас, например, 6 часов, всегда учитывайте то, что вы дополняете свою коллекцию. И в будущем вам понадобится еще одна коробка, еще одна коробка. Может быть, имеет смысл сразу взять, например, для хранения 12 часов. Для того, чтобы не собирать несколько коробок, а хранить все в одной. Вот здесь все очень приятно. Причем, что мне понравилось в этом боксе. Вы, когда покупаете, у вас идут одни подушечки. А у всех разные запястья. И, например, если часы на ремне, то проблемы нет. Вставить. А если у вас часы на браслете, соответственно, вам нужно как-то подгонять. У меня запястье, например, небольшое. Мне вот эти вот подушечки будут велики. Но здесь есть возможность. Я сейчас не буду прям доставать, потому что они беленькие, чтобы не пачкать. В верхнюю часть снять. Тем самым где-то на 5-7 мм еще уменьшить эту подушечку. И не нужно будет ее зажимать, получается, браслетом. Натягивать браслет и так далее. То есть, это на самом деле очень удобно и комфортно. Потому что вот в этой, например, черной здесь точно такая же система. Много кто это не использует. И это на самом деле минус, когда ты это не делаешь. А вот в этих коробках огромный плюс. То есть, когда покупаете, всегда обращайте внимание тоже на подушки, на размер подушек. Потому что вы можете купить, особенно если заказываете через интернет, не примеряете. И они просто вам не подойдут. Вам нужны будут новые другие подушки заказывать. А так здесь есть такие дополнительные мягкие штуки, чтобы дерево не ударялось, не царапалось. Ну и закрывается на ключ. Выглядит очень красиво. Также вот золотые петли. Но опять-таки все по цветам гармонично. Причем цвет абсолютно другой можете подобрать. По-моему, на сайте All Time были еще и такого коричневатого цвета. Есть еще коробка с очень красивым рисунком здесь. Опять-таки на любой вкус и цвет. И еще важный факт, почему часы нужно хранить в специальных кейсах, коробках, боксах и так далее. Если они у вас просто лежат, я знаю, многие приходят, просто часы бросили. У него там вторые лежат, третьи и так далее рядом. Это постоянно происходит, какие-то царапины на часах. Это неприятно. То есть, одно дело, когда ты при носке получил царапину, а другое дело, когда у тебя часы просто лежали. Может быть, ребенок взял или там еще кто-то ключи туда же в этот небольшой бокс положил. Поэтому часы нужно любить, за часами нужно следить и правильно их хранить. А правильно их хранить можно только в специализированных боксах. Причем, например, если вы смотрите какие-то боксы, опять-таки я вот был в салоне All Time. Там большой выбор, к сожалению, все сюда принести не получится, потому что, вы так видите, практически стол составлен. Есть варианты, например, для парного хранения. То есть, вы с супругой коллекционируете часы, но у супруги, как правило, бывает, кроме часов, еще и ювелирные украшения. То есть, можно посмотреть боксы, где есть отсеки для хранения часов и дополнительно есть отсеки для хранения ювелирных украшений, чтобы не нужно было, например, вот в этом же боксе вместе с часами класть браслеты и все это вместе царапалось. Опять-таки, есть боксы, например, для панериста, которые часто меняют ремни. Вы можете в отсеках хранить ремни, и здесь дополнительно, например, сверху на крышке есть отсеки, где вы оставляете либо ремни, либо инструменты для замены ремней и так далее. То есть, опять-таки, это очень удобно, у вас все находится всегда в одном боксе, и вы всегда знаете, где что лежит, и то, что оно лежит в сохранности. Опять-таки, можно закрыть на ключик. Теперь перейдем к самому насущному, наверное, и самому интересному вопросу – это виндеры. Хороши ли виндеры или не так хороши? Для механических часов, естественно, с автоподзаводом. Виндер – это коробка, вот как вот этот вот бокс, либо вот такая вот колба. Сейчас много разных интерпретаций делают. Это опять-таки очень красивый, необычный вариант для интерьера, где у тебя одни часы вращаются. Виндер используют для часов с автоподзаводом, где ротор автоподзавода вращается и, собственно говоря, часы заводятся. Виндеры бывают разные. Есть хорошие, есть нехорошие. Если вы смотрите какой-то виндер, соответственно, вам нужно посмотреть в первую очередь, нужно понять, для чего он вам нужен. То есть, если у вас большая коллекция, то, скорее всего, вам подойдет бокс вот такого плана, где, кстати, от него еще есть пульт. То есть, не обязательно всегда подходить к нему, для того, чтобы его включить, выставить какие-то режимы дополнительные и так далее. Здесь есть отдельный отсек за стеклом. То есть, он деревянный, причем дерево двух цветов. Есть черный лак и здесь вот такой вот серо-коричневый с бежевым рисунком. Здесь, собственно говоря, есть три отсека для подзавода часов. И здесь электронный такой экран, через который, собственно говоря, мы можем управлять. Вот смотрите, play, собственно говоря, запустить. Дальше мы можем выбирать количество оборотов. Когда вы используете виндер для часов, вам нужно знать, в каком диапазоне, в каком режиме должен он работать именно для вашего механизма. Как правило, вот те настройки, которые здесь есть, они подходят практически для 80% часов. Если у вас какие-то сложные часы, вечные календари и так далее, лучше, конечно, у производителя уточнять, при каком количестве оборотов у вас должен работать виндер. Еще, что немаловажно, в этом виндере есть возможность выставления, в какую сторону будет вращаться виндер. То есть, он может вращаться либо в одну сторону, потом в другую, либо только в одну сторону. Для чего это нужно? Например, есть механические часы с автоподзаводом, у которых ротор автоподзавода заводит часы только в одну сторону. И, соответственно, вам не нужен дополнительный износ для того, чтобы виндер вращал и в одну, и в другую сторону. Вы выставляете только в ту сторону, в которую ротор автоподзавода заводит ваши часы. Дальше. Здесь, соответственно, можно выбрать варианты, какой бокс у вас заводится. Есть подсветка, опять-таки, чтобы можно было в темноте посмотреть, как у вас все светится. И есть режимы. То есть, он не всегда будет вращаться, не всегда будет крутиться, соответственно, только при том режиме, который вы выставляете. Это, на самом деле, очень удобно. Есть виндеры, конечно, без всяких дополнительных функций, что я не рекомендую. Лучше выставлять именно по настройкам, которые нужны в ваших часах. И, в принципе, главный вопрос. Виндер вреден для механических часов или полезен? Смотрите. Тут, на самом деле, двоякая ситуация. Я общался на протяжении, наверное, двух лет с разными мастерами, и у всех разное мнение. Я могу сказать, например, на своем опыте. У меня в коллекции, по-моему, 12 часов. Из них 10 или 11 – это механика с автоподзаводом. Одни электронные. И я не использую виндер. Объясню, почему. У меня, например, бывает такое, что я в одних часах хожу неделю. Или могу месяц, например, походить. Я не часто меняю. И, соответственно, смысл использовать виндер для часов, которые вы не носите. Понятное дело, они у вас будут вращаться. Будет идти дополнительный износ. Но, например, если вы, как я, используете часы, соответственно, вы можете раз в 20 дней их просто подзавести. И масло по механизму немножко прогонится. И никаких проблем не будет. То есть, не будет постоянного износа. Но есть другой момент. Смотрите, если вы, например, часы оставляете, не носите, например, 20 дней, потом берете их и заводите вручную. Соответственно, механизм, который заводит часы через заводную головку, он изнашивается быстрее. Соответственно, нужна будет своевременная его замена. Опять-таки, не нужен вам такой будет излишний износ деталей, который, в принципе, не подвержен износу, когда вы в часах ходите. В этом плане виндер хороший. И тут, на самом деле, решать каждому, использовать виндер или не использовать виндер. Например, если у вас вечные календари с автоподзаводом, конечно, вам нужно использовать виндер, потому что каждый раз вам нужно будет выставлять все функции от даты до указания вестоподзаводного года и лунной фазы и так далее, если она там есть в вечном календаре. Если у вас, например, порядка 7-8 часов, и у вас есть трое часов на повседнев, которые вы достаточно часто носите, вы можете использовать вот такой виндер. Потому что здесь, например, сверху, опять-таки, есть под стеклом дополнительный отсек на 1, 2, 3, 4, на 5 часов. И, собственно говоря, вы здесь можете хранить часы, которые у вас, например, на выход, которые вы раз в месяц надеваете. А в виндере будут вращаться часы, которые вы носите чаще всего. И тогда никаких проблем не будет. И опять-таки, по поводу масла в механизме. Я иногда привожу пример с автомобилями. То есть, припаркуйте дома автомобиль, заведите его и оставьте его на ночь. Ну, смысла нет просто так заведенный двигатель оставлять. То же самое в часах. Но, опять-таки, тут момент того, что вы можете оставлять часы, которые вы носите часто, для того, чтобы постоянно их не заводить. Например, у меня есть гранцейка Годзилла, который я ношу достаточно часто. Иногда снимаю с руки запас хода 55 часов. Соответственно, когда 55 часов закончатся, они остановятся, их нужно заново заводить, выставлять и так далее. То есть, в этом плане мне был бы полезен виндер. И я понимаю, что, например, лично в моей коллекции на трое часов хватило бы за глаза. Если у вас больше часов, соответственно, вы можете посмотреть уже виндер для большего количества часов. Ну, вот самый оптимальный, на мой взгляд, это 3 с автоподзаводом и вверху на хранение. То есть, коробка компактная достаточно, виндер компактный, красивый. И здесь, опять-таки, есть все функции. И, опять-таки, при выборе виндера всегда смотрите на настройки, то, как это сделано. Это, на самом деле, такой профессиональный инструмент, который и красиво в доме будет смотреться, и, опять-таки, он функционален. То есть, здесь вы правильно выставляете все функции, у вас все хорошо хранится, все в одной коробке. Дальше. Есть виндер... А, кстати, вот он с пульта еще управляется. Единственное, только батареек нету, поэтому я вам не покажу. Так, следующее. Вот этот виндер в виде колбы на одни часы. То есть, опять-таки, если у вас в коллекции есть часы, которые вы носите чаще всего, или у вас, в принципе, одни часы, которые вы с понедельника по пятницу надеваете, а субботу, воскресенье хотите отдохнуть, запаса хода может не хватить, вы, соответственно, на выходные можете вот так вот оставить. Либо на ночь оставлять. Он достаточно тихий. Кстати, вот этот виндер, я его включал, его вообще не слышно. То есть, этот, по сравнению колбы, по сравнению вот с этим, она такая шумноватая немного. Но, в принципе, все в пределах нормы. То есть, вот я микрофон поднесу. Здесь часы вращаются абсолютно в разных положениях. Здесь нет режимов. То есть, одна кнопка включить и выключить. В чем фишка этого виндера? То есть, это красивый, эстетичный инструмент, который вы будете хранить у себя дома. То есть, он подойдет для интерьера, он выглядит необычно. То есть, вот это, это классика на все времена. Вот это вот что-то стильное, что-то новое. Не знаю, по мне, какие-нибудь апартаменты в Москва-Сити, где много стекол и часы красиво крутятся в карбоновом таком корпусе. И смотрите, если у вас, например, одни часы, вы их также храните в виндере, и они постоянно у вас ходят. Соответственно, у вас идет выработка деталей, механизма. Выработка масла идет. И вам нужно проводить сервисные обслуживания, репассаж или ТО, называйте, как хотите, по регламенту. Обычно у большинства брендов регламент сервисный, он где-то от 3 до 5 лет, в зависимости от бренда. Соответственно, если вы используете часы часто, плюс они у вас хранятся в виндере, то я не советую пропускать межсервисный интервал. Причем вы можете проверять часы на стенде, они у вас будут ходить хорошо, показывать амплитуду хорошо. Но выработка механизма все равно идет. Выработка масла идет. Масло не как в двигателе автомобиля, заливается просто и все. Вот если вы посмотрите на свой механизм, если у вас открытая задняя крышка, там будут синтетические камни. В эти синтетические камни чуть-чуть капается масло. И этого на самом деле достаточно. И сейчас те масла, которые используют бренды, в основном на 3 года. Соответственно, если у вас часы в виндере постоянно ходят, постоянно крутятся, это красиво, это удобно, то, что у вас часы стоят, вам не нужно их заводить, вы не изнашиваете механизм заводной головки. Опять-таки, в этом есть плюсы. Тогда вам нужно вовремя делать репассаж. Если, например, вы, как я, не используете виндер, иногда заводите часы, потому что каждые часы от ротора автоподзавода вы замучаетесь на самом деле выставлять, у вас займет это примерно час-полтора. Это очень сложно. В этом плане виндер – это очень удобная штука. Соответственно, вам репассаж нужно делать не раз в 3 года, может быть, раз в 4 года. Но, опять-таки, его нужно будет делать. И еще нехорошо, когда у вас часы просто лежат. То есть, вот, например, вы положили в бокс, у вас 2-3 месяца вы в часах не ходите. Бывает такое у тех, у кого коллекция большая. Нужно обязательно часы как-то заводить либо от ротора автоподзавода, чтобы они хотя бы, ну, сутки прошли, чтобы масло немного по механизму прошло. Плюс виндера в том, что когда он подзаводит, видите, он в разных положениях вращает часы, соответственно, масло по механизму будет распределяться равномерно. И у вас износа деталей как такового сильного не будет. Конечно, максимальный износ идет на ротор автоподзавода, потому что он постоянно вращается. Но, как я всегда говорю, часы – это эмоция, это стильный аксессуар, помимо того, что это инструмент времени. Но это в то же время еще и технический продукт. А любой технический продукт нужно вовремя обслуживать. Вы же на машине, если у вас регламентированное ТО, раз в 10 или 15 тысяч не приезжаете больше. Есть люди, которые и раньше делают ТО. Я, например, на автомобиле делаю раньше ТО положенного, потому что прекрасно понимаю, что идет износ двигателя, идет износ из-за того, что перепады температур. На часы это совершенно так же влияет, когда вы выходите зимой, например, на улицу, и они у вас, собственно говоря, открыты в мороз. Конечно, свойства масел никто не отменял. Поэтому в выборе виндера, использовать его или не использовать, я все-таки склоняюсь к тому, что можно брать виндер на, например, трое часов, периодически менять для того, чтобы они подзаводились. Например, в моем, из моего опыта, записывая сейчас вот это видео, то есть я понимаю, что я для себя, в принципе, тоже записал это видео, я постоянно часы завожу. Либо вручную немного, либо с автоподзавода, опять-таки, вручную. И на это действительно тратится много времени. То есть, имея виндер, например, на трое часов, можно периодически менять часы. То есть у вас, по сути дела, здесь 8 часов может храниться. То есть 3 с автоподзаводом на виндере самом и 5 сверху. Это достаточно удобно. И у вас всегда часы будут какое-то время отхаживать, для того, чтобы они просто не застаивались. Потому что часы – это технический продукт, они всегда должны ходить, они не должны просто лежать. Вы же не покупаете, например, Феррари и не закрываете ее в гараже. Надо коня иногда периодически выгуливать. То же самое и с часами. Поэтому, в принципе, наверное, это все, что я хотел сказать про хранение часов. Обязательно уделяйте время часам, потому что это не просто инструмент времени, это реально живой продукт. Ну, только вдумайтесь. Механический продукт, который ходит и показывает точное время. Еще есть дополнительные функции в виде индикатора лунной фазы, вечных календарей и так далее. Это реально какое-то чудо света, на самом деле, для меня. Поэтому нужно часы хранить правильно, бережно. И в то же время это можно делать красиво для интерьера в доме. Поэтому... Или вот так вот необычно. Всегда привлечет внимание, когда у вас будут гости. Друзья, благодарю за то, что посмотрели этот ролик. Обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там всегда выходят анонсы по роликам или потому, что я дальше планирую. Всегда можно пообщаться с приятными людьми. В принципе, хорошо провести время, поднять себе настроение, посмотреть интересные какие-то небольшие ролики, которые я туда выкладываю. Большое спасибо компании All Time, которые предоставили, привезли нам все вот эти вот боксы. Больше вариантов вы сможете посмотреть, собственно говоря, либо у них на сайте, либо в салоне вживую. Всегда советую смотреть на самом деле все вживую, потому что габариты разные, цвета камера никогда не передает, поэтому нужно будет смотреть живьем. Благодарю за то, что посмотрели этот ролик. В комментариях оставляйте обратную связь, ставьте лайки и всем отличного дня!